Доброе утро! В эфире Вести Магнитогорск в студии Галина Кочарова. В Челябинской области пособие гражданам, имеющим детей, увеличится на 6,5%. Единовременная выплата по рождению ребенка теперь составляет 13,5 тысяч рублей. А ежемесячные пособия по уходу за ребенком до полутора лет – 2,5 тысячи рублей для первого ребенка и 5 тысяч для второго. Также увеличились размеры пособий и гражданам с приемными детьми. Единовременное пособие при всех формах устройства ребенка на воспитание в семью составляет 13,5 тысяч рублей. 30 семей из ветхоаварийных домов Левого берега в ближайшее время получат новые квартиры. Всего по программе переселения из ветхоаварийных домов в прошлом и первой половине этого года новоселами станут более 200 магнитогорцев. На эти цели из консолидированного бюджета выделено почти 200 миллионов рублей. Но далеко не все рады новоселью. Не устраивает, как правило, район, высокий этаж, либо меньшая площадь предоставленного жилья. Переселять людей с насиженных мест – это очень непростая работа. Существует федеральный закон, в котором четко прописаны наши обязательства, что при переселении ветхоаварийных мы должны предоставить метр в метр жилье, пригодное для проживания. Новые квартиры закупают на федеральные деньги. Они поступают на городские счета в конце года. Только в конце сентября, когда поступят новые средства, станет ясно, какие дома Левого бережья еще пойдут под снос. Со стана 5000 отгружена полумиллионная тонна листового проката для Объединенной металлургической компании. Напомню, лист предназначен для производства труб большого диаметра, которые используются при строительстве магистральных нефти и газопроводов. Высококлассный лист со стана 5000 используется в важных мировых проектах, таких как Восточная Сибирь, Тихий океан. В Магнитогорске подвели итоги конкурса «Компьютерных презентаций наркотикам нет». Его участники – школьники и студенты младших курсов МАГУ. Идея проекта – не запугивание, а информирование молодежи. Сверхзадача – наглядно показать не только, чем опасна наркомания, но и объяснить, как грамотно решить эту проблему. Каждая работа – это попытка показать сверстникам, что такое наркомания с их точки зрения. Мы отказались от стандартных приезжих стереотипов, хотели сделать что-то свое, особенное. У нас пришло решение, что мы захотели показать обращение органов к человеку-наркоману. У нас в презентации нет ни одного шприца, у нас нет ни одного напоминания о словах наркотики, наркомании. У нас нет угроз, нареканий. На конкурс было представлено более 40 работ. Факультет информатики готов предоставить презентации всем учебным заведениям города. Драматический театр имени Пушкина будет представлять Россию на престижном театральном фестивале в Чили. Накануне магнитогорские артисты отправились в Мадрид, откуда улетят Сантьяго, где пять вечеров подряд будут играть свой самый знаменитый спектакль «Гроза», три года назад ставший лауреатом театральной премии «Золотая маска». Далее информация Центральной диспетчерской службы. С 9 до 17 прекращается подача горячей воды по адресу Перелог Советский 2 в домах по Советской и Труда. С 9 до 16 не будет отопления в ряде домов по Первомайской, по проспекту Ленина и по улице Герцена. С 9 до 16 планируется отключение электроэнергии в домах по улице Писарева, Московской и по Советской армии. О том, какая погода нас ждет сегодня, через несколько секунд. Я же с вами прощаюсь и добрых вестей. Синоптики прогнозируют в Фершампенуаде сегодня 18.23 со знаком минус. В Китильском минус 17, минус 22. В Верхнеуральске 20, 25 мороза. В Магнитогорске также до 20 ниже нуля. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова